РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОСТРАНСТВЕ ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ Оптину пустынь в народе называют благословенной. Чем заслужил такое отношение небольшой монастырь, что укромно обосновался на правом берегу реки Жиздры, в четырех километрах от заштатного городка Козельск. Говорят, что эту обитель основали неизвестные отшельники. Для своих подвигов они выбрали глухое место в лесу, вдали от всякого жилья. Непримечательно складывалась история Оптиной пустыни. В XVII веке в монастыре была одна деревянная церквушка до шесть келий на двенадцать человек-братьей. Во время реформ Петра I обитель и вовсе обеднела, и вскоре ее упразднили как малобратную. Потом монастырь вновь ожил, но долгое время так и оставался скромным и незаметным. Его не отличали ни богатое убранство, ни строгость устава. А вот в XIX веке Оптина пустынь преобразилась. Обитель расцвела и окрепла. Каменные церкви одна за другой вырастали на монастырском дворе. Но главное, Оптина превратилась, по словам отца Павла Флоренского, в духовную санаторию многих израненных душ. Она стала знаменита своей заботой о неимущих, сиротах, странниках, своими школами и госпиталями. Причина такой разительной перемены кроется в том, что в монастыре появились опытные наставники, старцы. Они руководили духовной жизнью обители и помогали всем, кто тянулся за наставлением и утешением. Первым оптинским старцем был отец Лев, или Леонид, ученик преподобного Паисия Величковского. От него старчество перешло к иеромонаху Макарию, про которого сам митрополит Московский Филарет сказал однажды «Макарий свят». Под его руководством воспитывался Амвросий Оптинский. Затем друг друга сменили два Анатолия в Арсенофий и Нектарий. Всего 14 старцев украсили своими духовными подвигами летопись родного монастыря. Слава оптинских старцев распространялась за тысячи верст. Сюда тянулись не только обычные богомольцы, но и архиереи, и политики, и литераторы. Есть мнение, что именно пребывание в Оптиной пустыне подтолкнуло Федора Михайловича Достоевского к написанию романа «Братья Карамазовы». Писателю удалось отразить в своем произведении атмосферу любви и гостеприимства, царившую в обители. А в образе старца Зосимы современники узнали преподобного Амвросия. В новейшей истории Оптиной пустыни есть еще одна страница, о которой нельзя не сказать. В 1993 году на Пасху какой-то безумец убил иеромонаха Василия, и иноков Трофима и Ферапонта. Монастырь потерял трех братьев, но обрел трех молитвенников на небесах. И теперь многочисленные паломники Оптиной пустыни прибывают, чтобы поклониться могилам мучеников и попросить их о помощи в духовных и житейских нуждах. С вами путешествовал я, Дмитрий Серебряков, а программа подготовлена по материалам журнала «Православный паломник». Пространстве